каждому ребенку как говорят 8 объятий в день нужно так наверное слово мама проговорить тоже нужно каждый ребенок вот произнеся это слово какую-то защиту получает вот этого слова мама мама это такой большой большой колодец из которого черпают и дети то что им нужно будет потом одно из таки как-то сакральных слов которые имеют столько смыслов в разных да мы не можем заменить биологическую маму этого никто не может сделать никогда это невозможно но дать то что нет не дата на ребенку то чего-то получил это в наших силах и вы должны это сделать меня зовут инга дарваткина я родитель воспитатель кобринской детской деревни материнство это когда ты отдаешь детям все себя ничего не ожидая взамен кобринская детская деревня это социально-педагогическое учреждение здесь живут дети оставшиеся без попечения родителей по разным причинам у кого-то родители лишены родительских прав у кого-то они умерли это большое учреждение где много детей где есть там социальный педагог и психолог и какие-то различные службы для детей это конечно тоже имеет большое значение благодаря этого мы можем шире раскрыть потенциал ребенка дети у нас разные но на сегодняшний день их 106 детская деревня 15 домов я живу в доме номер 15 я здесь не одна со мной сейчас живет муж мы вместе а когда мы в 2002 году в конце августа 26 если конкретно приехали сюда вместе с нами были две наших дочки кати было 10 лет юли 5 дети это время выросли разъехались но детей в доме меньше не стало остались мы с мужем продолжаем тоже ради чего мы сюда приехали воспитывать тех детей которые по каким-то причинам семью свою утратили на тот момент когда мы приехали три наших дома стояли незаселенными то есть это были новые только что сданные дома они ждали семьи но сегодня день у детской деревне только три семейных пары остальное все ложится на плечи наших мам которые каждом доме на мам помощниц старших детей понятия выходной как-то для людей которые не кобринске практически не существует хотя у нас очень хорошие помощницы которые стараются и особенно те которые тоже работают уже не первый год мы с моей помощницы так 20 лет и работаю было по-всякому и сейчас по всякому ну а вообще за 21 год 27 детей выросла в доме 8 продолжает сейчас вести 19 уже выпускники у меня был период когда в доме было 11 детей от малышей до совсем старших и наверное я немножко разбалованная тем что у меня всегда больше девчонок и они моя такая не то что надежда и опора они стена на которую можно опереться вчера в марокканские блины жарили а перед этим они мамы тут в интернете такой рецепт с кабачками нашли ну давай ну давай они там труд я стою одним глазом поглядывают девчонки мы делаем запеченные бутерброды сегодня булки ангелин колбасу нарежь пожалуйста карина сыр на терку карлина булки я ужасно не люблю фразу они вам помогают мне не надо помогать я не инвалид я все могу сделать сама они не помогают мне они учатся жить они готовятся к своей будущей жизни в том что в семье детей много и дети разные это накладывает свой определенный порядок на режим дня режим безусловно существует у каждого свое в учебное время даже на холодильнике расписание висит может она больше для меня чем для детей мы очень много времени уделяем занятости детей им надо показать что есть много другого есть и спортивные секции художественные секции объединения различные по интересам есть в конце концов огромный мир поза стенами детской деревни троечки помните два прямых два боковых и два снизу все от подбородка раз-два-три помните сила удара что мы делаем подсаживаемся и полностью со всей силы естественно пол не бьем выпрямляемся другая рука выпрямляемся и выдох поехали мой муж он уже 20 лет работает здесь спортивной школе он тренер по боксу у него есть огромное количество наших ребят которые ездили даже на республиканские а ну еще немножко пораньше и международные турниры выезжали благодаря боксу ближе ближе так дальнюю ручку двоечка и он нет передней рукой отвечает опять ты раз раз опять он бокс поехали и двигаться двигаться не напрягай летай как бабочка мужская работа по дому и мужской вклад воспитание детей он чтобы кто ни говорил он неоценим не правда что он нужен только мальчиком это нет девчонкам он нужен не меньше но сейчас связи с тем что лето больше свободного времени но и дел много потому что мы закатки закатываем и варенье варим и огурцы маринуем и огород полем то есть и обычной летней работы достаточно всегда стараешься рассказать и показать детям что если у тебя чистота и порядок красота вокруг то у тебя и на душе наверно вот спокойнее и легче но она для всего надо прикладывать сил мне очень часто задают вопрос ты в каких кастрюлях обед готовишь и когда ты говоришь кастрюлю на 5 литров так это мало нормально как бы хватает иногда складывается наверно немножко неправильно и такое впечатление о детской деревне или о нашем каждом доме кажется тут что такое неимоверное на самом деле это семья ну семья в которой 10 детей ну да дети равносят разные фамилии но вы у них спросите это кто это мой брат это моя сестра они все равно на приходя сюда нет этими родственными чувствами они проникаются естественно как любой нормальной семье где нормальные правильные родители ребенок учится с маленького вот что ему по силам тому он и учится мама мама говорила взрослость определяется тем что ты видишь работу я когда была маленькая не понимала что это значит видеть работу теперь я тоже своим детям говорю вы должны видеть работу вы не должны ждать пока мама скажет убери или там вытри или вот когда вы ее видите тогда я могу сказать вы готовы к самостоятельной жизни и это не какое-то достижение это норм норма ты должен заправить кровать ты должен умыться я не должна идти тебе напоминать об этом нет конечно это делается до определенного возраста но ведь мы должны выйти на то чтобы он сразу за на это дело детская деревня не просто это тебя научили чистить картошку жарить блины и там заправлять кровать нет тебе показали как можно стать успешным тебе показали что благодаря учебе занятиям твоим каким-то внутренним качествам ты можешь добиться в жизни очень много лето для нас это такая и и жаркая и пускная пора но ну вот сейчас из моих восьми постоянно живущих детей в доме в доме только двое остальные находятся в лагере они вернутся вот скоро уже но в то же время в доме еще есть дети это маргарита девочка которая воспитывалась у нас пять лет но к сожалению связи со здоровьем сейчас она в другом учреждении но летом она у нас и она наша и нас знает что это ее дом там ее учеба здесь ее дом для нее это важно и ангелина эта девочка которая уже два года как наша выпускница она учится в барановичах колледже но сейчас она здесь на каникулах здесь она дом то есть для выпускников для детей которые выехали это дома и они сюда едут как домой на праздники на выходные на каникулы я знакома с многими детьми которых нету таких домов как имеем мы и на самом деле я очень рада что у меня есть это семья дом в который я могу вернуться когда я сюда попала мне было 12 лет я сразу влилась семью то есть я и моя сестра младшая то есть сначала мы думали что будет тяжело потому что как-никак новая семья новый дом новый город то есть все неизвестно и ну когда мы сюда попали к нам очень тепло отнеслись как-то очень быстро ко всему привыкли здесь дети которые к нам приезжают очень разные и есть у нас дети с особенностями развития и психического и физически разные дети есть раз если учесть каком каком окружении какой атмосфере они жили то здесь и удивительного ничего у одного адаптации это достаточно попросить ну а другому надо четкие рамки которые он знает что он не должен нарушить ради него же самого потому что ну да беды доведет добиться беды лето заканчивается потом будет очень понимаешь и все осенью ты приедешь на каникулы у нас есть маргарита которая с трех лет к сожалению она уже сейчас не с нами но вопрос у детей ты когда маргариту поедешь забирать они с ней гуляют они с ней ходят они там с ней за ней смотрят но она к сожалению она умственно будет всегда на уровне ну трех-четырех лет может пить и в крайнем случае но она наш любимый ребенок и она это холли хорошо знают она любой дать мама мама приедет дом в кобрине во всех остальных местах это учеба дом в кобрине и там есть мама папа и есть сестрички и братики она все это вот когда ребенок кстати вот у него есть это чувство вот эта защищенность вот это вот опора тогда какие бы там у него травмы или там какие-то не были он сможет их пережить каждый ребенок делает себя где и мудрее сильнее развивает твои качества те которые помогают видеть хорошие каждый ребенок какой бы он не был непоседливый непослушный вредный в нем все равно в каждом есть что-то хорошее вот найти это зернышко хорошее она тебе же потом в холодный код не даст погибнуть конечно от хороших родителей дети к нам не попадают это и да есть дети которые пережили насилие в семье я их не оправдываю конечно но я наверно сочувствую я сочувствую все тому что они лишили себя вот этого счастья счастье общаться со своим ребенком счастья давать ему заботу и чувствовать его заботу я наверно желаю всем родителям вот этим все-таки найти в себе силы и и как-то исправится может это наивно может это не совсем правильно но я верю в то что плохих людей меньшинство и этих людей надо наверно действительно жалеть ну что-то у них жизни пошло ну совсем уж плохо если они такими стали родная моя мама решила просто меня от меня отказаться внешним но я же ее не винил за это бывает такое что родители кидают детей то что бывает такое что дети просто ненавидят своих родителей за это но я же не винил свою маму она все равно решила это ради может быть себя может у нее денег а не хватало и пришлось это сделать я же не винил свою маму она же все равно хороший человек она моя родная мама она всегда будет для меня в сердце и я верю в то что если мы будем детей подталкивать к добру то они это добро и дальше понесут главное мальчишкам тоже надо донести что они могут очень много и что они могут быть прекрасными в будущем мужьями которыми будут гордиться и все вокруг и и у них будут прекрасные семьи прекрасные жены у нас ну я себе вижу здесь ну более полную семью потому что надеюсь мне больше можно скалендрироваться потому что тут нету такого что я но ощущал дома вот эти пьянки вот эти ссоры постоянно тут я могу прийти домой вот со спокойной душой и знать то что ну типа все дома трезвые то что я приду допустим меня тоже самое накормят я спокойно лягу спать ну дома не всегда такое было первый раз мама не понимала этого она забрала меня но потом начала пить а второй раз она уже поняла она сразу начала собирать документы узнавать как меня можно вернуть и вот уже через шесть месяцев она сможет обратно взять меня под опеку она сможет полностью остановить свои родительские права как бы тут не было хорошо но но по-любому хочется ну к своей матери большое заблуждение думать что вот дети нам чем-то обязаны или они обязаны нам нам быть благодарны или они там обязаны нас нет дети ничем не обязаны они не виноваты что их судьба так сложилась они может этого и не хотели бы и хотели бы прожить свою жизнь совершенно иначе и никогда не попадать детскую деревню изначально поэтому дети ничем не обязаны но ты все равно отдаешь и вот эта любовь ты отдаешь ничего не ожидая любовь это способность выдержать сложности выдержать преодолеть к перешагнуть вот это тоже любовь то есть ты понимаешь что тебе нужно это преодолеть я перетерплю потому что это надо так надо потому что это сыграет свою определенную роль я купала сюда в три года ну там из-за проблем с родителями ну жила здесь всю свою жизнь росла с детьми я видел как выпускаются старшие братья сестры ну вот сейчас я тоже выпускаюсь это последний мэй год это место стало для меня домом я общаюсь со своими родными родителями и ну так сказать что я их даже родными не считаю считаю больше родной матерью которого меня здесь воспитала даже не верится что вот выпускаюсь и будешь сюда ездить как гость они уже как живешь здесь как ребенок буду приезжать потому что ну здесь родные все все силы которые их надо очень много здесь очень много но их черпаешь из детей один забирает а второй тебе их дает и ты все равно где-то что-то накосячили с другой стороны посмеялся вот отвлеклись и ты за кого-то порадовался сложно понять что внутри у ребенка понять что что его беспокоит что его тревожит что его радует когда ты вот это все начинаешь понимать тогда наладится процесс наладится твое общение с ребенком вы будете на одной волне я с детства люблю просыпаться с мыслью о том что хорошего сегодня будет вот у меня с детства такая привычка я просыпаюсь и думаю так что сегодня будет хорошее это может быть вот мелочь-мелочь но она наверно тоже как такой крючок который тебя целый день держит и ты принял что вот будет что-то хорошее тоже может быть это неважно для остальных вещь но для тебя это важно и день когда проходит ты вот его проживаешь по новой все хорошо как лагерь как эта смена что лучше бы это или прошлое ясно ну хорошо а шо это у нас за ладно потом поговорим ясно ну что как ухи все идем домой у нас и пирог вкусный детство это такой период когда ребенок с одной стороны может получить то что поможет ему потом в будущем стать успешным взрослым в то же время это с одной стороны очень такой беззащитный период потому что ребенок очень уязвим с другой стороны если все хорошо это очень счастливый период то что опять же ребенок получает любовь он получает саботу он получает огромные жизненные знания и он он растет счастливым отпускать детей надо ну как бы потихоньку их надо учить взрослеть и приходит период когда ты отпускаешь отпускаешь и тебе больно ты где-то там отрываешь от вырываешь из себя но ты же умом понимаешь так нужно ребенок повзрослел он вырос у него своя дорога все что я могу это помогать ему дальше а наверно отпустив это ведь тоже помощь когда ты уже приедешь я соскучилась что ты приехала ну давай тут не виделись уже миллион лет уже появлюсь когда-нибудь конечно целое лето считай тут и там тут и там все не видимся никак дети растут они не уходят из твоей жизни они остаются с тобой просто их проблемы или их нужды переходят немножко на другой уровень и ты понимаешь что тебе надо вот этот уровень с ними вместе пройти маркуша дом ангелина тут натаха бегает туда-сюда я не могу сказать что вот все безоблачно бывают действительно бывают моменты когда ты ну меня был момент когда я рыдала просто утра дала в голос ревела и ты думаешь все я уйду я не могу больше нет никаких абсолютно сил до сколько это будет продолжаться ты бьешься как о стенку но вот тогда срабатывает группа в эйбере старшие дети потому что быстренько пошла там папе плохо мама плачет и то что с мама 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 у меня то мама у меня то все все старшие тебе написали позвонили отзвонились отвлекли у них там своя цепная реакция все мам все все хорошо бабы смотри все хорошо все хорошо все хорошо в конце концов может позвонить юля это баба забей ты в конце и все ты уже немножко так вот как-то отвлекаешься. Ходил? Ну, понравилось. И Саша ходил на дискотеку. Ты прикладываешь все силы, чтобы дать ребенку вот то, что ему нужно на сегодняшний момент. Ведь у каждого ребенка в разные моменты им ведь разные вещи нужны. И иногда там это хватит даже 3 рубля на телефон. Это мама спасла ситуацию. А иногда это просто на том же телефоне полтора часа провисеть. Я не считаю, что есть легкие профессии. Я считаю, что в каждой профессии есть свои сложности. И, наверное, многих из них я бы никогда в жизни не осилила. Но счастье – это когда то, что ты делаешь, это твое. Я счастлива, когда я могу радоваться успехам своих старших детей. Я счастлива, когда я знаю, что у меня, у тех, кто со мной сейчас все хорошо. Я счастлива от того, что у меня жива мама, у меня есть сестры, у меня прекрасный муж. Что еще хотеть? Это и есть счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова